Я хочу сегодня посвятить это сообщение вопросу немаловажному для жителей Ленинграда, славного города, который столкнулся с такой проблемой, как дарение Исаакиевского собора, находящегося под защитой ЮНЕСКО, передачи его в дар лично патриарху Гундяеву, поскольку так называемая русская православная церковь под управлением Гундяева, она сейчас в связи с контактами с Папой Римским, он отошел от православия и превратился в секту. И вот передача этой религиозной секти Гундяева и этого храма. Ну с какой целью? С целью, конечно, вот у нас стоят люди, там какие-то мощи привезли, и вон сколько дураков-то, ну надо это дело использовать. И вот мы под это дело, вот сколько у нас дураков, мы должны вот храм передать патриарху, не этим, не дуракам, которые стоят, а передать вот в ведение религиозного одного лица, который фактически этой сектой руководит. Ну личную характеристику этого Гундяева мы знаем, она здесь в интернете у нас, про него даже и не буду я про эти бригеты его рассказывать, и пыльные квартиры, и эти мерседесы, и излишества те, которые допускались и допускаются. И вот сейчас вдобавок, как говорится, богатство к богатству, и мы сейчас ему вот должны передать вот это вот, еще вот это Исаакиевский собор. Ну, во-первых, он никогда не был церковью, и ясно было, для чего он был построен, я сейчас об этом расскажу. Для того, чтобы в этот вопрос вникнуть, мы немножко, может быть, даже обратимся к самой кречи, потому что так вот голословно говорить у меня, наверное, не получится. Я сейчас включу запись этого выдающегося выступления, мы будем его последовательно комментировать. Сейчас я его найду и включу. Мнение по поводу дальнейшей судьбы Исаакиевского собора. Вы, как человек, родившийся и выросший в Санкт-Петербурге... Вот на этом и остановимся, да. Это очень важный факт. Он родился и вырос, наш уважаемый Владимир Владимирович, он родился на Васильском острове. И вот хочу обратить внимание, почему мне это место дорого, потому что у меня там дядя похоронен. Старший краснофлонец Борис Иванович. Кстати, могилу его я искал, уже теперь не нашел. А раньше при советской власти мы могилу находили. Этого нашего уважаемого дяди, погибшего, защищая его, в том числе и семью Владимира Владимировича. И он с 1939 года служил в военно-морском флоте, в Балфлоте, в Краснознаменном. Мой дядюшка Борис Иванович. И вот он там был похоронен на кладбище военных моряков. И была эта могилка. А сейчас вот она запущена. Это вот к вопросу о святости. Вот и о том, кто с Васильского острова, чем они там занимаются. Считаете правильным оставить собор в город и сохранить его именно как музей-памятник? Или же передать Россию Русской Православной Церкви? Спасибо большое. Неожиданный вопрос. Так вот, вопрос неожиданный. Из Балтийского завода. Вот что хочу сказать. Россия это светское государство. Так, вот этот вопрос мы рассмотрим. Россия это светское государство. Значит, с какого-то она бодуна стала вдруг светским, когда у нас как грибы растут эти церкви, и туда вот такой ажиотаж нагнан на столько людей, и введен закон о защите и чувств даже религиозных верующих, этих наших верующих. И наоборот, разрешены даже и секты, и даже такие секты разрешены опаснейшие, и фашистские секты, как Хаббат Любавич и другие. И у нас и всех конфессий работает. И вне религии сейчас атеистов-то осталось очень мало. Может, вот Академия наук там, которые все время как раз и гнобят. Может быть, эти остались вот люди, как меньшинство уже, атеисты. Но надо тогда защиту религиозных чувств вот этих вот атеистов, или там ученых, которые относятся немножко по-другому к вере, не фанатично, как вот сейчас вот на фанатизм упор. И дальше. Вот это вот культовое сооружение за счет чего? За счет бюджета он настроится. Вот сейчас кругом идет восстановление нужного и ненужного. А в то же время атеисты вот ущемляются в промах, в правах. Даже, может быть, не все атеисты, а может, попадут на работу. Если они вот неверующие, вот там у нас вот должно с крестом быть все. Если раньше наоборот в школах, если крестик у ребенка, то это уже ЧП. А сейчас наоборот, другая крайность. Вот это фанатизм. Я об этом сказал. Сейчас мы перейдем дальше. Дальше еще один отрывок послушаем. И таким оно сложилось, таким оно будет. И дальше. Вот светское государство. А такое оно было, а такое будет. Светское слово свет, значит просвещение. А мы наоборот в средневековую в эту мглу затягиваем людей. Нас никуда никто не гонит опять в эту тьму. Назад-то. На две ступени вниз к феодализму, которым нас сейчас вот загоняют такие ребята, как вот питерские некоторые. И вот с какого оно стало, оно не стало светское, совершенно оно не светское. Просвещения нет у нас к просвещению. Как вы относитесь? Какое-то ЕГЭ у нас это ввели. В институтах неизвестно, кто преподает. Медика готовит вообще какой-то шваль там. Дипломы выдают везде в подъездах. Это министр культуры списывает диссертацию. Жириновский пишет книги за деньги, заказывает себе тома, уже как Лев Толстой написал. Ну где оно такое просвещение? Чем оно заканчивается? Это полная профанация этого просвещения. Не говоря уже там академики уже. Папа академик, сынок академик. Мы уже про это говорили, что о ситуации в академии. Вот оно, таким оно и есть, и таким и будет, значит, да? Ну, я не знаю тогда, если дальше мы будем. Куда дальше, в какую... Ну, может быть, это когда выйдут все друг на друга с палками, и кулим, и к обезьянному веку. Давай, да, так. Это вот первая постула. Первая постула, да. Вторая. Давай. Академическая революция? Давай, давай. Государство сделало все, чтобы уничтожить наши духовные, религиозные корни. Так. Вот это мы на этом останавливаемся поподробнее. Товарища надо поправить, бывшего товарища. Он сейчас уже не товарищ, партбилет. Не знаю, где у него находится. Значит, первое. Ленин входил в общество... Я об этом говорил, когда про Ленина у нас была лекция. В общество Сергия Радонежского. То есть, входил в группу религиозную. В общество Сергия Радонежского, которого, ну, не стяжатель... Фактически, верующих, но не стяжателей. Это первое. Второе. Ленин разрешил даже членам партии посещать религиозные собрания и участвовать в жизни церкови, лишь бы они не мешали деятельности вот в этой партийной организации. Это два. Известно, что храм Христа Спасителя, ну, мы сейчас про него он скажет, и мы это поясним. Но, по крайней мере, Ленин атеистом в строгом смысле не являлся. И симпатизировал он именно не стяжателем. Не то, что вот сейчас, вот как вот эти церковники ездят на Мерседес, и давят людей. Постоянно слышим сообщения. Пьяный священник задавил этого. Пьяный священник на Мерседесе там в 600-м, в 800-м задавил. Ну, какие они устраивают баллы, какие у них дворцы. Вот это уже патриархов. А патриаршество-то оно возникло при советской власти опять. Был же Синод, не было патриаршества до советской власти с Петра Первого 250 лет. Откуда оно возникло-то? При Ленине. Опять стал вот патриархом, этот Тихон. Ну, и так далее. При Ленине, при советской власти были такие патриархи, как Алексей Семанский, почти, как говорится, праведный жизненный человек. Пимен, участник войны. Алексей Второй, Редигер, тоже безупречную службу свою ввел. И говорят, даже был убит. Вот сейчас как-то расследование еще ведется по его гибели. Ну, а сейчас вот это вот, вот как туры патриарха, вы говорите, духовная жизнь. Вот она, пожалуйста, на Гундяеве у нас. Гундяев, это вот спекулянт, вином, табаком, на чем он делал свои деньги. И какие у него запасы. Вот давайте дальше рассматриваем, что такое при советской власти было, да? Дальше, следующий отрывок. Действовал очень последовательно и жестоко. Жестоко. И многие церкви были уничтожены, снесены. Так, совершенно верно. Но снесено ничего не было, во-первых. Снесено было только то, что мешало новому строительству. То на этом месте, допустим, Христа Спасителя предполагался дворец Советов был построен. Но финансовый проект не прошел. Дальше, остальные здания и сооружения церковные, поскольку новый склад производства сельскохозяйственного колхоза-совхоза были созданы. И вот для этих совхозов-сколхозов еще помещений, зданий не было. Ни складов, ни мастерских, ничего не было. А церкви везде вот эти каменные, фундаментальные, не стояли. Поэтому, естественно, это было для нового хозяина, коллективного хозяйства, которое перспективное, которое сейчас мы к нему возвращаемся, уже совхозы, сколхозы у нас создают опять. И вот для этого хозяйства, поскольку ничего еще построенного не было для него отдельного, были использованы, конечно, эти помещения. Это вполне естественно продовольственную программу. Эту вот голодовку, которую устроили были саботажники, белогвардейцы устроили народу. Это надо было возмещать. А то, что жестоко, да, потому что так же действуется жестоко сейчас вот на демонстрации. Ведь они же подавляются, выбивают зубы женщинам на демонстрацию. Это было недавно. Когда была демонстрация? Вот она. 12-го числа. 12-го июня. Это в день. Вышли все с государственными флагами. Не против государства, ничего. Побывали там женщин зубы, детям изувечили травмы. Тысячу в Москве только арестовали. Это не жестокость. Это у нас, да, это у нас не жестокость. Это так, мы только гладим пока. А то, что в заговорах участвовали в военных переворотах священники, подрясом носили, как говорится, обрезы и стреляли в этих, в тех же Павликов Морозовых-то. Стреляли, в том числе и священники. И подстрекали к борьбе против советской власти, против обездольных людей, против вот тех, которых... Сейчас вот люди загнаны в нищету. А вот против этой нищеты. И как же то? А вот они в Гундяево выезжают на этих мерседесах. Ведь такое же отношение народу к вам. Что вы творите? Об этом предупреждает профессор Московской Духовной Академии Осипов Алексей Ильич. Он постоянно лекции читает. Обратитесь к его сайту. Посмотрите, что сейчас творится, что церковники делают, какие вещи творят. Что там педофилия. Вот недавно. Сколько уже священников за педофилию там. И всякие извращения. Гомосексуализм там процветает. Возьмите вот этого Александра Невзорова. Посмотрите его ролики. Что делается, творится-то. Он же создал науку по поведению. Все изнутри знает. Служил в церкви-то Невзорова. Вот таким образом. Ну, церковь говорит, там жестоко, жестоко. Ну, мы сейчас видим, что у вас не жестоко. У вас все так мило. Тогда государство попыталось создать квази-религию и Библию заменить кодексом строителя коммунизма. Ничего не получит. Вот так вот. Вот, пожалуйста. Объясняю про кодекс. У нас студенты многие не знают, что такое кодекс строителя коммунизма. Вот если вы сопоставите Библию, 10 заповедей отдельно, они выписаны здесь, в интернете везде найдете, 10 заповедей, и возьмите кодекс строителя коммунизма. Это будет с точностью, как говорится, до различных предложений, до грамматических этих инсинуаций, это будет в точности 10 заповедей. Этот кодекс строитель коммунизма. И там было предусмотрено, что раньше думая, как мы раньше жили-то, так же, как и он жил, вот наш докладчик, отвечальщик на вопросы, он так же жил раньше думая о родине, а потом о себе. С этой мысли он пошел служить в разведку, как говорится, в этих чекисты пошел. И что тут говорить-то, какая тут религия? Это не религия, это новая религия, она та же старая религия, это старый завет, ветхий завет, то, что был вот этот моральный кодекс строителя коммунизма. То есть здесь совершенно, и говорят, ничего не получилось. А почему не получилось-то? Потому что такие же были в коммунизме чиновники, как вот сейчас церковники. Под золотыми этими рясами они все в брюликах все ходят. Вот такие же были чиновники, они же хотели все иностранного. Сталина-то почему они отравили? Чтобы жить хорошо, чтобы за границу ездить. Галстки вот эти вот напелят, которые вот у докладчика-то мы видели, это все возможные-то. Да как он одет, если посмотреть, насколько он одет, вот у нас уважаемый-то наш, это жуткие деньги. У него одни ботинки 15 тысяч фунтов стоят. Пожененные гарантии. Вот так вот пишут. Показали все. Поэтому все это нескромность, вот она нескромность, она выросла из советской власти, вот она же прорастала оттуда, вот это вот, и она была описана где? «Тень исчезает в полдень». Такой был многосерийный фильм по телевизору, в старину, при советской власти. И вот мы сейчас этот фильм видим вживую. Таким образом, то есть здесь говорить о новой религии, что она не прошла, почему не прошла, и это не пройдет. Потому что вы, и говорит уже Осипов Алексей Ильич, что это все закончится плохо, как ведут себя церковники в главе вот с нашим государем, батюшкой, как говорится. Слушаем его дальше. Были снесены многие храмы, уничтожено большое количество священников, в прямом смысле уничтожено в лагерях и просто расстреляно. Так, ну сейчас вот при либерасте он, этой расстрелы-то нету, но есть другие формы, они расстрел, сколько погибло, здесь 91-го года, бандитские 90-е годы. Это считаю, что жестоко были уничтожены десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Вот посадил он Ходорковского, а в Ходорковском тоже на нем убийства там висят. Его подельник скрывается где-то в Израиле. И этих вот убийств, вот эти лихие 90-е, убиты не меньше народу, чем, и кстати говоря, священников-то убиты не так много, а в основном подстрекатели. А вот те, которые сидели в тюрьме, по троцкистскому, опять же, наговору, там же партия-то была, состояла не вся, была, такие, как Дзержинский. Она же состояла еще из вот этих троцких, каменьевых, Зиновьев. И по их навету много неповинных людей, да, с щепки летят, Сталин говорил, но это не всегда было по его вине, это не по вине большевиков, а по вине именно вот раскольников, такими расколами, как сейчас и церковь занимается. Далеко ходить назад, здесь в Москве, далеко от того места, где мы сейчас находимся, снесен был храм Христа Спасителя. Так, ну про храм Христа Спасителя я говорил, это было снесено для строительства огромного монумента, посвященному освобожденному народу, социализму. На вершине монумента, здания монумента, типа такой сталинской высотки, должно было располагаться величественной фигурой Лича, как основоположника советского государства. Но этот проект не прошел, и сделали бассейн, прекрасный бассейн, я в нем сдавал плавание в свое время, великолепный бассейн, и все люди посещали, и гораздо лучше, чем храм Христа Спасителя, он выглядел, этот бассейн. И люди радовались туда, приходя. Там было и зимой плавали, и летом плавали, этот был бассейн. И сейчас люди возмущаются, что там, что это за храм, что там в подвалах храма этого делается, там же оргии, там же автомобили стоят, там же и стоянка, там же спекуляции происходят, торговля, а мы же знаем, как Иисус Христов относился к торговле в храмах. Вот они вот осудили у нас этих пуссерайтов-то, плясали, а там танцы уже есть, показаны в храмах, уже пропагандируются танцы. Священник поет бабушке советские песни, я тут сошлюсь, бабушка стоит, а он ей пьет, поет эти песни советского, хорошо, что советские песни, наконец-то, даже священникам дошло, что советская песня лучше любой молитвы. Вот таким образом, про храм Христа Спасителя, то есть бассейн-то был лучше, пора бы и это тоже снести, и опять построить этот бассейн на том месте, поскольку я говорю, что это место, вот оно было издревле проклятое, где сейчас стоит храм Христа Спасителя, так называемый. Хотя, если уж мы говорим о религиозной, мы такие крестики носим, свечки держим, что такое храм? Храм Христа Спасителя. Он сказал, говорит, вот разрушьте храм сей, я в три дня его воздвигну. Но он говорил не про здание, которое разрушено, вот храм Христа Спасителя. Он говорил про тело свое. Его распяли, разрушили его храм, храм Духа, его Духа Святого. Его храм Божий разрушили. И он в три дня его воскрес. Вот о чем говорил, и говорил, что каждый человек, это тоже есть храм Божий. То есть, не о каменных храмах надо печить. Он говорит, вот вы тут настроили, красота-то какая, здание-то какие. А он говорит, что через несколько времени это все будет снесено, как в Пальмире. Не будет этого ничего. Останется еще немного. Это все, и уже сколько было в истории, что сгорала вся Москва от какой-то копеечной свечи. Свечку. Ты все, и сгорел. Наполеон чуть не сгорел там. В другом месте сгорел. Вот таким образом. То есть, не об этих внешних вот этих храмах, служениях, рясах, внешних формах, а внутреннем человеке заботиться. Об этом думал. И думали люди, грамотные, которые создавали вот этот моральный кодекс строителя коммунизма. То есть, они пытались воспитывать нового человека. Не в наружном его проявлении, как он, гаусс, ботиночки, полиэтесс, а внутреннего человека. Внутреннего, как человека, имеющего ответственность перед обществом. У нас пока такой ответственности нету. От президента до уборщицы. Многие храмы были превращены в конюшни, в мастерские. Слава Богу! Вот я об этом говорил только сейчас, что колхозное движение же было. Надо где-то было хранить зерно, надо было где-то ремонтировать технику. Ну, не было нищие, были все нищие, потому что единицы кулаков вот этих мироедов, они все забирали. Вот сейчас, как вот олигархи, вот олигархи действуют. Так же, как вот мироеды, вот эти вот. Все грабят, все вподчистую, ничего нигде нету. Кирпича-то нигде не найдешь, гвоздя-то нигде не найдешь. А вы говорите, что там под мастерские было сделано все. Так это правильно было сделано, зато был рывок, у нас производился. Цены снижались. Посмотрим, пристали, цены снижались. Всегда. После войны. И выдержав такую войну, мы все равно развили силовое хозяйство благодаря коллективному труду. Не вот индивидуальной вот этой вот олигархической тусне, полуворовской преступное производство. Выкачивание всех этих средств из-под людей-то. А благодаря именно творческому коллективному труду на себя работали все нищие-то, люди-то обездоленные. Стали работать на себя, стали жить хорошо. Но при этом, конечно, руководство стало жить скромнее. Вот по-сталински, как он учил. Хотя это было против их них внутра. Они любили красоту, вот эти западные и вот эти роскошь. Ну, до этого надо было еще дожить, доработаться, но они не справились с этим. Решили за счет народа свою жизнь построить. Как и сейчас. Не поднялась рука уничтожить Исаакиевский собор. Вы знаете, я, конечно, смотрел на эту проблему. Он действительно церкви никогда не принадлежал на самом деле. Ну, вот, видите, он сам подтверждает. Не только Исаакиевский собор, а Спаса на Крови тоже же не был уничтожен. Троица Северская Лавра тоже, хотя там общежитие было. Ткацкой фабрики фильм-то был «Светлый путь». Это про Сергиевскую Лавру. Там все сохранилось, и общежитие было, и стена, и потом вот письмо с фронта, картина, она тоже была нарисована вот в Троице Северской Лавры. И многие монастыри все сохранились и продолжали работать, поскольку там коллектив этого монастыря и батюшки были святые, они так и продолжали быть святыми. И те же Матронушки были, которым Сталин ходил, и все святые все были, никуда не денешься, тяпочки на этот, хотя сидел, но вышел при Сталине, вышел и видел чудеса. Так что здесь говорить о том, что действительно, да, Исаакиевский собор, как был построен, мы с вами говорили про династию Романовых, немецкой ветви. Петр Первый, он как бы из двух частей стоял, Петр Первый 1-0 и Петр Первый 2-0. Петр Первый 1-0, это который до похода туда на запад он ушел в это посольство-то. А потом пришел уже другой Петр с войсками уже с западными войсками подавляя стрелецкий бунт. И этот Новый Петр, он от семьи от детей отказался, развелся женой тоже и жену значит монастырь, детей тоже, Алексей куда-то он спрятался от него Алексея, но он искал, чтобы убить этого сына того Петра Первого. Ну, нашел с помощью Толстого. Вот этого пра-пра-пра-пращура наших вот этих толстых Петров толстых. Вот. И этот вот Петр 2.0, поскольку он был, у него было настоящее имя Исаакий, с запада он пришел этот засланец, у него настоящее имя было Исаакий. И вот он повелел вот в честь своего имени вот этого святого Исаакия поставить вот этот собор лично для себя, для своего употребления. Вот ему такой собор построили западные с участием наших. Ну, вот давайте дальше послушаем. он всегда числился за государство. Но. Но. И царь-батюшка он... А так. Всё. Ну, царь-батюшка а дальше что про царя-батюшку будет? Был главой церкви. О! Вот это мы остановим. Дальше смотрим. Какая история. Батюшка, царь, Николай II и вообще цари не были никогда главой церкви. Даже в период раскула Никон считался великий государь и сидел рядом с царем Алексеем Михайловичем на одном уровне с ним. Это раз. Во-вторых, Николай II сам хотел быть батюшкой царем главой церкви. Он пришёл в сенат во время войны 14-го года. Он пришёл в сенат и говорит давайте я возглавлю сейчас вот всю эту церковь и будет у нас единый вот лидер и мы тогда победим в этой войне 14-го года. Вот была такая история. Но сенат, вот это священный сенат, который правил фактически, патриарха ж не было, патриарха не было, а был сенат, священный сенат. Священный сенат отказал ему в этом и тем самым он подписал Николаю II сенат смертный приговор. А почему? Ну видимо были причины в этом. То есть вот здесь явная как говорится фальсификация истории идет со стороны главного борца с фальсификацией истории. То есть повторяю, Николай II никогда главой не был и батюшкой он не был. Он был всегда для народа царем кровавым. Вот таким образом. И в этом смысле можно сказать, что отчасти он и церкви принадлежал. Ну вот отчасти в этом смысле. Если считать батюшку царем, поскольку батюшка не царь был, а кровавый, то церковь и церковь-то совсем ни при чем. Но он был построен как храм. О, вот это да. Он не был построен как храм. Опять повторяю, он был построен лично, вот это для Петра, который был Исаакием. Это для его имени, для его святого. И если как храм, то только как в католическом смысле в том, какой он пришел. Вот этот Исаакий в Россию он наших попов начал всех презирать и бороды им стричь и так далее. Вводить вот эти западные порядки, Петр I и по католическому по своему образцу как он, протестантскому этому образцу, с которым он пришел. Он был построен как церковь, а не как музей. А, опять повторяю, церковь, церковь это тело Христово, а не храм, а не каменное сооружение. Он был построен для отправления религиозных культов. Неправда. Там религиозные культы не отправлялись совершенно. Это нонсенс, что он говорит. Человек молится везде. И для этого не надо храм строить. Он домой пришел, отче наш прочитал. Так в Писании написано в Евангелии. То есть если ты хочешь обратиться к Богу, приди в комнату свою, закрой дверь свою и прочитай молитву отче наш. Все, больше ничего не надо. А там что устроили в советское время? Моидник фуку повесили, чтобы... Так, в советское время ему опять не понравилось. Его вырастило в советское время. Он в советское время стал человеком и стал даже не то что человеком, он стал защитником этого советского времени, офицером Комитета Государственной Безопасности, то есть обличенным человеком, обличенным некой властью. И кроме того, был партийным человеком, членом КПСС. И вот он с пренебрежением сейчас о себе, о том, ну вот сейчас слышу, я вспоминаю вот это кино. Тут я сошлюсь 17 на весне, когда Штерлиц ведет последние беседы вот с предателем. Он в конце концов его вывозит и расстрелит этого предателя. Вот я слышу речи, не знаю, не хочу я оскорблять первое лицо, но речи эти странные. И верните, что земля вернется. Так. Ну правильно. А как под... Ну за что были сожжены многие ученые для того, чтобы... Ведь вы же знаете, сколько народу иезуиты истребили, которые говорили, что земля не плоская. И здесь надо было это дело подтвердить народу, что да, вот есть маятник фукош, что есть кариолисовая сила, ускорение кариолисовая, благодаря которому берегата одно выше, другой ниже. Вот это надо было все показать людям. Мало того, еще в маятнике очень много не раскрыто тайн. Если исследовать свойства маятника, можно эфир засечь, само наличие эфира, о котором столько спор говорится, и где-нибудь в лекции мой физический опыт покажем, как это можно засечь, если будет время и, как говорится, интерес публики. Вот поэтому маятник фуку это не такая простая штука, как говорится. Это победа здравого смысла, победа над фанатизмом, над чем? Над религиозным фанатизмом, над этим иезуитством, над человеконенавистством, победа над презрением ко всякой учености, что мы сейчас наблюдаем, потому что сейчас ученых буквально ненавидят, особенно люди в очках. То есть на самом деле это такой был музей атеизма, квазимузей атеизма. Что и должен быть музей атеизма, раз есть такое вот у нас меньшинство, сейчас меньшинство, которое атеиста, но оно и раньше было меньшинством, ничего в этом страшного нету, были такие вот атеисты, они себя считали атеистами, как академик допустим Гинсбург, он явно считал себя атеистом, но он очень уважал верующих, настоящих верующих людей, не фанатиков, а именно искренне верующих людей, он их очень уважал. Какой не тонкого издевательства над религиозными чувствами или нет? Здесь тонкого издевательства нету, я уже говорил про это, что здесь именно показать, что над фанатизмом издевательства то. Уж если про издевательство говорить, это не издевательство, это знак то, что ребята, не надо фанатствовать. Если у вас религиозные чувства, не надо их раскочегарить до фанатизма сатанинского. Это же сатанизм. Религиозный фанатизм и сатанизм это одно и то же. Это же надо понимать. Но его посещают сотни тысяч, миллионы людей, в том числе и за границей. Это уж какое бабло. Тут надо читать уже подтекст. Это же гешифт какой. Особенно для наших гундеевых. И поделиться может с кем-то может быть. Вот сейчас мы это проследим, как будет решаться вопрос служения Богу и мамуне. Совершенно очевидный факт. Поэтому, да, у нас есть закон, по-моему, 2010 года, о передаче религиозных зданий религиозным организациям. Все. Первое, значит, что юристу образование юридическое надо сослаться на закон, на документы. Ну, это правильный закон, но в то же время хитрый юрист, он сослался на закон, а второй закон, то он не прочитал, что те сооружения, которые охраняются ЮНЕСКО, они ни в коем случае в частные руки передаваться не могут. А фактически, передавая церкви, мы даем в частные руки гундеев. От него все зависит. Мы знаем, что там пирамидальная иерархия. Как в любой секте пирамидальная. Поэтому зависит все от одного, как говорится, пахана. Как по простонародию говорят, пахан определяет это здание. Он будет определять, что там они нарисуют, вот церковники. Они же художники, хорошие есть там художники. Они же подлинник вынесут, поставят туда взамен любой это чушь. А это продадут они. Это у них и запрос. Как они вином торговали водкой это. Вместе с тем. И мы вроде бы должны исполнить. Вместе с тем. Исполнить. У нас есть международные обязательства и другие законы, которые запрещают нам передавать реликвы. О! Вот все-таки это грамотно здесь. Другие руки. То, что является памятником архитектуры. Вот так. Ну вот, молодец. О! Вот ЮНЕСКО. Некоторые противоречия. Противоречия. Мы легко, на мой взгляд, выявили противоречия. Легко. Музейная деятельность. И Богу. И мамоне. Я сейчас не хочу забегать вперед, но такие решения, они же есть в мире. Ну, это и есть все. Ой, да. Ну, там живет человек безгрешный уже. Единственный безгрешный человек у нас, Папа Римский. У него грехов нету. Скажут. По определению вот этого, Папских соборов, у Папы Римского нету грехов. Ну, конечно, он там поскромнее живет-то, наверное, чем гундей. Он это бригет-то, часы-то не носит. И он ведет себя скромнее. Правильно? Может, ему и можно это собор Петра Павла доверить, как говорится. Но нашим коррупционерам из РПЦ очень сложно доверить. ЮНЕСКО, допустим, оно еще должно посмотреть, как доверять кому там из гундяевых. Доверять-то лучше. Все, деполитизировать. Забыть. И к мамоне. Все, мы уже с вами разобрали в основном. Тут уже конец. На что я и хотел обратить внимание ваше. Видите, все эти пункты, они, как говорится, мне вот именно напомнили вот это 17 мая весны, когда вот этот Штерлица разговаривает с изменником, который был, а потом изменил. Также сейчас мы слышали тоже речь человека, который был советским человеком. Жил, родился на острове, за который, как говорится, жизнь сложил дядя мой. Второй дядя на станции Пантонной, там же под Петроградом. Третий дядя здесь. И очень много еще дядьев. По фамилии у нас были тоже Прохоровы родственники. Очень много дядьев, там погибло и тетушек на войне. Вот защищая вот таких людей вот, а разве они знали, что будут защищать такую олигархическую систему, которая будет хитро лавируя топтать народ, втаптывать в грязь все то, что его взрастило. Ну, это возмущения здесь нет. Здесь просто, как говорится, заблудший овца, как вот в Библии-то написано там. Был вот сын у отца у одного, и он этот сын. Давай, мол, мне это выдели наследство, я пойду свою жизнь открою. И вот он ему выделит, тот пошел, обнищал, и вместе со свиньями там он хлебал в этих, значит, вместе с этими рожки какие-то свинячие ел. А потом вернулся. И радость была у отца необыкновенная. И он велел другому сыну зарезать там лучше овечку и устроить пир в честь превозвращения блудного сына. Ну, вот эту притчу я хочу для самоуспокоения, для вашего успокоения, что, может быть, еще вот этот заблудший сын Владимир Владимирович, он опомнится, испомнит свои детские годы, хотя мы жили нищие, хотели босые, но были счастливые и с каждым днем нам становилось все легче и веселее жить. Цены в магазинах снижались, коллективный труд был успешный, если бороться было вот с этими провокаторами, да всякими тратхистами, вот которые сейчас представляет у нас Чубайс, который он хвалит, Чубайс тратхист этот, ну и все другие компании, олигархи, зажравшиеся, которые в домотдыхе, то есть в детдомах родились вот эти, а сейчас команды футбольные они купили за счет государства, за счет природной нашей ренты, которую они у нас крадут, ежедневно, ежесекундно, крадется у народа, у всех обездольных вот эта природная рента и складывается вся за границу, потому что у них там дворцы живут, вот это вот блудные такие дети, ну вот, они думают, что они там хорошо едят, что у них там икра, все такое, балыки, белуга, это все такое прочее, и это все по видимости кажется им великолепно, там нищеброды какие-то по помойкам, копаются это вообще какие-то, твари, вроде зверя, как Гундеев сказал, это же славяне, они же как звери, хуже зверей, это как звери, как обезьяны, по мнению, вот они уже до чего дошли, но с другой стороны, они же не читали, вот, святоотеческих преданий-то, вот, расскажу одну притчу, которую, религиозы, вот эти, батюшки наши, рассказывают, царь сидел и наслаждался едой, на золотых блюдах, там это все у него разложено, еда, все на вид, она такая симпатичная, там жареная, пареная, все, окей, обгемат, как говорится, и вот этот царь наслаждается, а слуга-то рядом смеется, заржала и смеется, таким заливистым смехом, что не приведи Господь, он говорит, что ты смеешься-то, да я, смеюсь, говорит, на то, как ты, батюшка-царь-то, кушаешь, что ты там кушаешь-то, я, просто удивляюсь, говорит, как это у тебя в тебя, это влезает, а он говорит, да что ж ты видишь-то, я, говорит, вижу, что вокруг тебя вот бесенок ходит, и он тебе пищу, говорит, хорошую вынимает, а подкладывает тебе то жабу, то змеенка какого-нибудь, то вообще кусочек дерьма, говорит, подкладывает вот в тарелку, и тебе кажется, что ты уже кушаешь, наслаждает, тебе так вкусно, все такое прочее, вот такая вещь, но если, как говорится, против науки-то не бороться, науку-то может это объяснить, просто не хотят сейчас заниматься этим, то есть, когда там же в Библии, в Писании написано, тут, говорит, вкушает, кто ест, тот ничего не приобретает, ничего не приобретает, кто кушает, вот как олигарх Усманов, или все другие олигархи, а говорит, а кто не кушает, вот этого всего, тот ничего не теряет, тоже подтверждение вот этих слов, а то, что мы не все видим, это чувство наше все ограничено, это не только религия, это и науку подтверждает, вот эти вот маятники Фуко, которые с таким пренебрежением, наш уважаемый-то, похерил. Вот таким образом, то есть, нет оснований передавать, памятник ЮНЕСКО в нечестивые руки, сейчас патриарх, так называемый, который уже патриархом многие не считают в церкви, он, нельзя на него положиться, глядя на его мошеннические действия, вот это спекуляции и участие в торговле нефтью, как говорится, вот сейчас, если бы Навальный занялся бы патриархом, так же, как Медведевым он занялся, он бы мог вскрыть там тоже очень много нарушений вот этих спекуляций всевозможных. Вот памятники ЮНЕСКО таким людям, то есть, они превратят их в Пальмиру постепенно. Это будет Пальмир. С виду это будет все нормально, все уже ценно, и все будет там продано и заменено на какую-то подделку. Доверять, если человек он в малом уже спекульнул, и вот этой торговлей занялся, то он в большом тоже подведет. Об этом тоже написано. Верный в малом, он верен и в большом. Вот такое вот мое мнение. Это мое личное мнение, я не знаю, как ваше мнение, но вот прослушав это, я возмутился тем, именно тем, что мне просто жалко памяти вот моих дядей, и тетей, которые вот защищали вот этих людей, и которых памятники сейчас не найти на Васильском острове. Всего вам доброго, и храните память своих отцов, и слушайтесь родителей, как говорится, чтите того, кто защищает Вашу жизнь постоянно. Самилияна. Редактор субтитров А.Семкин